Виктор Луканин 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 Это движение общероссийское, называется общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества поисковые движения России. Непосредственно там центр находится в Москве, они помогают с организациями подобных мероприятий, необходимую нормативную базу тоже нам направляют для ознакомления. А мы здесь уже собираемся все вместе, обсуждаем какие вопросы и проводим совместные мероприятия. А вот расскажите, насколько это приятно, что-то найти и внести свою лепту в историю? Это очень трудно передать, когда знаешь, что здесь что-то должно быть. Это из рассказов местных жителей, других очевидцев, то есть кто что-то слышал об этом. И не так просто взять, копнуть и что-то найти. Это большой объем работы, большой объем земли, большой объем земли, все это выкапывается. И вот когда ты уставший находишь что-то, например, про останки не буду говорить, но вот какой-то вот вещь, которая принадлежала солдату, то это не передать словами. Поэтому ребята, они очень просятся, вот нужно было отправить в Орел, очень много было желающих, но вот решили отправить именно вот этих 5 ребят. И следующие будут поисковые работы, обязательно дадим другим возможность тоже вот внести свой вклад. Бывают какие-то разочарования, но вот копали, копали, не нашли. Да, вот прошлым летом мы копали в Сараевском районе, очень много перекопали, причем самое досадное было, что один из местных жителей точно указывал, что здесь останки санитарной захоронения, он сам маленький когда был видел, но в течение трех дней мы копали, не смогли не найти вообще никаких следов. В ближайшем будущем куда собираетесь? Будем продолжать работу с местным населением. В первую очередь, конечно же, раз мы дислоцируемся в городе Рязани, то это Рязанская область, это Рязанский район, область. Вот год назад к нам сами обратились, то есть о нас уже знают, нам обратились жители Сараевского района, попросили помочь с поисковыми работами. Мы достаточно большую работу провели, были обнаружены останки более 40 человек и с почтями захоронены на местном кладбище. И, конечно же, продолжим помогать нашим товарищам с других поисковых отрядов, в других областях, вахты памяти. Большое спасибо руководству Академии, Федеральной службы исполнения наказания, что нас поддерживают, нам помогают в организации, направляют. И ребята могут в полной мере посвятить время своей учебы такой общественно полезной деятельности. Как считаете, вообще наличие таких клубов в нашем городе, вообще в России, это хорошо? Это очень хорошо, это очень нужно, потому что молодежь должна воспитываться в духе патриотизма, в духе того, что нужно делать что-то полезное, не ожидать что-то взамен. То есть, что тебя там поощрят, наградят, а просто делать свое дело. Наши выпускники продолжают работу. То есть, если клуб создан для сотрудников и курсантов, то 5 лет учебы они выпускаются, и они продолжают этим заниматься. Они рассказывают у себя в своих областях, они пытаются продолжить работу. У нас, что приятно, мы молодежь также привлекаем к этой работе. У нас есть основной подшефный, это детский юнош-центр «Звезда». Год назад в нем создан поисковый отряд, называется «Долг». И вот ребята, молодежь, школьники тоже с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях. Также мы работаем с детскими домами, с школами-интернатами, которые тоже рассказываем о нашей работе, привлекаем в наши мероприятия. В городе Рязани тоже есть 10-я школа, в которой находится инклюзивный военный клуб «Десантное братство», которых мы также приучаем к поисковой работе. Я думаю, что это достойная смена молодого поколения, это достойная смена. И вот на таких ребят, на молодых, когда ветераны смотрят, что вот они занимаются раскопками, вместо этого не сидят в компьютерах. Ветераны, я думаю, чувствуют, что смена им растет достойная. То есть мы можем быть уверены, что не только не забудем нашу историю, но и будем узнавать все время что-то новое. Да, мы будем обязательно помнить. И, как говорится, что война не закончена, пока не захоронен последний ее солдат. Поэтому работы у нас много. Работу мы продолжим вместе с нашими коллегами. И надеюсь, что у нас будут хорошие результаты. Ну что ж, спасибо вам огромное. Удачи в таком замечательном деле. И нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Виктор Луканин, председатель военно-патриотического клуба «Поиск». Академия ФСИН России. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова